Всем привет, ребят! Сегодня ночью разработчики выпустили первую новость по ПТР третьего сезона Rise of the Angry Earth. Начнется он 12 числа, то есть сегодня в 18.00 по МСК и продлится 6 дней до 18 числа. В ходе этого ПТР нам будет доступен весь контент из дополнения, но в новости разработчики рассказали о боевых изменениях, о балансе оружия, об изменении сетов, о добавлении и удалении новых перков. Так что вот об этом мы сегодня и поговорим. Нет упоминания о новом контенте, нет упоминания о новом оружии, об артефактах и так далее. Так что сегодня только балансные правки. Давайте без лишних слов сразу перейдем к их разбору. Итак, Викин теперь работает на дебафы Acid Damage, то есть тот же червь у нас теперь будет бить меньше, когда он под Викином. Уменьшено количество селф-хиллинга, это когда хилл исцеляет сам себя на 10%. Уменьшено количество исцеления от банок и еды в ПВП на 20%. Увеличена дистанция доджа в медиум и хэви-эквипе. Анимация доджа в медиум и квипе немного была изменена для того, чтобы соответствовать новой дальности. Кроме этого была немного перебалансирована и уменьшена задержка для спринта после получения удара. Ранее, если вы получали удар в медиум и квипе, то вы в течение 1 секунды не могли бегать. Вышли, теперь это сокращено до 0.75 секунд. В лайт и квипе это было 1.5 секунды, теперь сокращено до 1 секунды. Изменены бонусы за атрибуты, о них мы поговорим немного позже. Добавлены 2 новых бонуса за атрибуты, за 25 атрибут и за 350 атрибутов. Кроме этого было немного перебалансировано получение хп, потому как у нас уровней теперь будет не 60, а 65. И с каждым уровнем мы получаем немного больше хп, то вот это вот все как раз таки и было перебалансировано, чтобы сгладить немного вот эту кривую нарастание получения здоровья. Был перебалансирован урон у ранжевого оружия. В целом урон был повышен, но в пвп он был понижен, то есть это сделано для того, чтобы ранжевое оружие лучше использовалось в пве. Но как мы видим, немного все-таки цифры в пвп будут уменьшены по сравнению с тем, что есть сейчас. Например, сейчас у нас у мушкета 78 урона, в следующем патче будет 83, но в пвп этот урон будет резаться до 78. То есть вот такие изменения по всему ранжевому оружию. Кроме этого у нас идут балансы, перебалансировка бонусов за вес сетов. Перк ресайленд будет полностью удален с вашего снаряжения, вместо него будет перк хеллс, который дает вам 2,4% от максимального здоровья. За бонус лайт сета вам будет даваться плюс 15% ресайленда, за медиум сет будет плюс 20% ресайленда, за тяжелый сет будет плюс 25% ресайленда. Были немного перебалансированы, перебалансирован диминишинг. Это когда чем больше вы вкладываете атрибутов в определенный стат, тем меньше вам урона дает. Например, у нас были лучники, которые играли через 10 консты и все вкладывали в дексу и имели какой-то нереальный урон. Потому как у нас делают больше стат, у нас будет 600 стат, не 500, то и баланс, вот эта вот шлифовка произошла в данном патче. По поводу баланса оружия у нас в принципе ничего интересного нет, кроме того, что, во-первых, это мушкет, конечно же. Мушкет был полностью переработан. Вместо того, чтобы хитсканить, чтобы стрелять как какой-нибудь авик в КС, он теперь имеет проджектайлы. То есть он стреляет как с лука, теперь у него будут полноценные физические модельки у патронов. Были перебалансированы множество пассивок у мушкета, было перебалансировано в принципе сам мушкет. Теперь он работает с прострелами, то есть через каждого игрока он делает пули на вылет и получает бонусы от того, когда прострелил несколько игроков сразу. Теперь мушкет играется больше через правую ветку. Капкан наносит также урон, лежит дольше. Бомбочка кидается не с двух бросков, а с одного. Изменена левая ульта. Теперь когда вы простреливаете нескольких противников, на них вешается кровоток. То есть мушкет теперь играется уже больше не как снайперское оружие, а он теперь больше играется вблизи для прострелов. И я так понимаю, что нам еще предстоит немного его узнать, как он будет работать. Кроме этого, мушкета понизили, улучшили Акуроси. Он теперь будет стрелять более точно, но все равно Акуроси по-прежнему остается. То есть промахи все равно еще будут. Далее по оружию у нас была небольшая перебалансировка фаерстафа. Нас добавили в флеймтрайвер, он же пылесос. Если вам его сбивают, у него будет 2,5 секундный кулдаун. Кроме этого, у пылесоса увеличили количество тиков. Он быстрее теперь будет тикать в 2 раза. Но при этом он будет наносить в 2 раза меньше урона. А для того, чтобы стриггерить перк на пылесос, который дает вам хосту, надо теперь не 2 стака, а 4 стака. Кроме этого, была перебалансирована немного хертуна, которая детонейт, которая наносит урон, которая взрывается. Ее урон был понижен на 20% и рент теперь накладывается на вас. Вы получаете не на 30% больше урона, а на 50% больше урона. Была огромная перебалансировка перков, начиная от того, как часто вам будет выпадать та или иная комбинация перков и заканчивая какими-то точечными изменениями. Например, вам теперь гораздо чаще будет выпадать комбинации из трех юзабельных перков. А из перков, которые в принципе не встречаются друг с другом, комбинации либо вообще перестали выпадать, либо просто перки, которые не используют, были полностью удалены из игры. Кроме этого, были удалены из игры перки, которые давали на вас накладывали какие-либо стаки, либо били по нескольким противникам сразу, что сильно нагружало сервер. Например, удалили чайны, удалили кдр перки, которые сбрасывали кулдаун, также перки, которые давали разные стаки. Были удалены перки, которые давали варды в пве, а также ресайлент. Как мы знаем, вместо них уже добавили перк хеллс, который у вас заменится. Также были добавлены новые перки на отхилл, по большей части на фаерстав как раз таки. Как мы видим далее, у нас вот написано уже, что рефрешинг вард и рефрешинг эвэйджен были удалены полностью. Лак у нас теперь не апается выше, чем 625 гирскор, то есть если у вас даже шмотка с 675 гирскором, у вас все равно будет лак, как будто на 625 шмотке. Количество лака не будет повышено. Перк хейтред не может больше выпасть в магическом или рейнджевом оружии. Перк кайнд не может вообще, в принципе, можно сказать, что он удален. На предыдущем снаряжении, которое у вас есть, он останется, но на новом он выпадать не будет. Вишес, энчантед, было уменьшено количество урона, которое они дают. У того же вишеса 12% будет 7, у энчатеда 10% будет 5. Уменьшено количество отхила, которое дает перк Блесет с 20% до 12%. Рефрешинг мув с 2.9% до 2% и так далее. Некоторые перки, наоборот, были улучшены. Например, тот же лайфстилинг с 5% теперь дает 7% лайфстилинга. Вообще, в принципе, если смотреть по палате на все эти перки, чтобы не называть их прям полностью за каждый перк, из того, что важного, я бы сказал, что у нас 3-чант страйки различные, которые раньше работали, когда вы заряжаете полную хэви-атаку, работают теперь и от средней хэви-атаки. Например, это касается того же молота, у которого есть 3 типа атаки. Были пофикшены перки различные, которые наносят урон. Например, там разные бойны, не бойны, разные аттюнменты, разные вот как раз-таки кикен вишес твардинг страйкс. Теперь они наносят в среднем по палате на половину меньше урона. Были удалены всякие различные перки вроде бэйна, вроде пве перков. Ну и, конечно же, удалены всякие перки, которые действительно вообще не используются. Кроме того, некоторые пвп-перки, которые выпадали как раз-таки из пвп-трека, теперь могут встречаться в различных комбинациях. Например, у нас есть перк рок, который повышает урон в спину на 19%. Он имеет лейбл при графте Damage Con, и он не может выпадать с перком Penetrating Backstab, который при нанесении ударов в спину игнорирует какое-то количество вражеской брони, вражеского сопротивления. Теперь же эти перки можно будет использовать сразу вдвоем. То есть как раз-таки благодаря условиям, вот таким вот условиям, можно будет как-нибудь разогнать свой урон. Что касаемо новых перков на отхил, то, несмотря на то, что у нас блесит, пофиксили, нам добавили много перков на отхил, которые, тем не менее, требуют исполнения каких-либо условий. Например, чтобы у вас было меньше 50% маны, или чтобы вы хилили таргет, у которого меньше 50% хп, и в таком случае как раз-таки будет намного сильнее повышен ваш отхил. Были изменены перки, которые дают различные варды, которые дают повышение сопротивления тому или иному типу урона. Что касаемо перков в щите, то если раньше перки в щите давали 10% absorption, fire, nature, lightning и так далее, вот таким типом урона, то теперь они дают по 15%. Кроме этого, были добавлены новые перки в щиты. Это по большей части касается как раз-таки кайт-щитов. Первый перк хилит вам 300 хп, когда вы блокируете удар. Второй перк дает 30% эмпавер, когда вы блокируете удар. Было изменено множество перков на обилке. Какие-то определенные выделять я не буду, потому что их действительно огромное множество, и начинают подкрутки каких-то процентов и до полной переработки различных перков. Я вам советую самим просто зайти и почитать. Были переработаны различные армор перки, как я уже сказал, были удалены всякие различные варды. Кроме этого, перки вроде Vigor Invigorated были апнуты. Теперь они дают не 10% сопротивление, а 15% в то время, как тот же Freedom повышен не был. Shirking Hills был улучшен. Теперь он хилит не 100 хп плюс 1% от вашего максимального здоровья, а 200 хп плюс 1,5% вашего максимального здоровья. И в целом это очень полезный и вкусный перк сейчас будет, тем более учитывая, что по палате в среднем, наверное, хп у игроков увеличится. Что касаемо новых армор перков, то это, конечно же, Health, о котором я уже говорил. Это новые варды. Первый это Enchanted Ward, который уменьшает получаемый урон от Light и Heavy Тычек. Второй это Grit Ward, который уменьшает получаемый вами урон при активном грите. Кроме этого, были добавлены перки, которые увеличивают ваш урон от той или иной стихии. Как вы видите, здесь можно по 2% каждой стихии брать в каждый предмет снаряжения и разогнать урон стихиями чуть ли не до 10%. Были добавлены Condition перки. Это как у нас был Flame Conditioning. После того, как вы получаете урон огнем, вы получаете, дали уже меньше урона огнем. То есть были добавлены такие же перки, как раз такие для физ урона, чтобы не только магический был. Что касаемо амулетов, то перки, которые давали варды против определенного типа урона, например, от Slash Damage 10%, от Fire Damage 10%, теперь они по аналогии со щитом дают тоже по 15%. Перк Mana Recovery был полностью удален. Перк Health теперь дает не 10%, а 7%. Fortifying Recovery уменьшен cooldown с 90 секунд до 30, а также теперь он дает не 10%, а 40, а 20. Дивайн теперь не работает на вашу расходку. То есть банки будут на 10% хилить меньше. Однако был добавлен новый перк, который увеличивает отхил от ваших банок на 10%. То есть Дивайн, грубо говоря, разделили на 2 перка. Кроме этого был добавлен новый перк, который при получении удара, когда у вас менее 50% хп, сбрасывает все кулдауны на вашем текущем оружии. Что касаемо колец, то был увеличен личинг, как в принципе и в оружии. Сайфонинг был удален, как и Brilliant, потому как это довольно непопулярные перки. Перки, которые увеличивают ваш урон от определенного типа урона, были увеличены с 5,2% до 7,2%. Перк Kine Awareness с 12% по Fiction до 7%, по аналогии с обычным кином в оружии. Перк Invigrated Punishment теперь дает не 2% бонус к урону, а 1%. Кроме этого были добавлены новые перки на отхил. Когда вы хилите таргет, он также дополнительно хилится. Когда вы используете вашу руну, ваш хиртгем, вы теряете все дебафы. Когда вы клините с себя дебафы, вы хилитесь на определенный процент от вэпон дэмэджа. Были переработаны перки в Сирожки. Фокус Беловт и Вейжен были удалены, Мана Тост был удален, Рефрешинг Тост был по Fiction, теперь он снимает кулдаун. Банки немного меньше, немного не так сильно. Добавлены новые перки в Сирожку, как раз таки. Эмпауэринг Тост, когда вы используете баночку, вам дается 20% Эмпауэр. Фортифайнг Тост, когда вы используете банку на Абсорб, например, на Файр Абсорбшн, вам дается 50% Фортик. Хилинг Хирт, когда вы используете Хирт Руну, как раз таки этот гем вам схилит на 10% от максимального здоровья. Был добавлен новый тир инструментов, и вместе с этим были перебалансировки перков. Во-первых, что касается бурденов, которые уменьшали вес того или иного типа предметов, то они были увеличены, размер уменьшения был увеличен с 11% до 20%. Кроме этого, были удалены перки, которые возвращали вам снаряды, а также добавлен перк, который увеличивает получаемые вами территории Стендинг на 15%. Перк Кин Тонда, мало того, что получил, это там в общем изменении перков, он теперь понижает урон, который наносит цель под кровотоком, но теперь он работает только когда у игрока активно в руках рапира. Аутпост Раша и Арена теперь будут скалироваться до 675 гирскора, то есть игроки, которые не купили дополнения, не будут топтаться на 6-2-5. Увеличена ХП структура, ну, соответственно, построек на инвейженах, войнах и аутпост Раши. А кроме того, были перебалансированы мобы на инвейжене и аутпост Раши, для того, чтобы соответствовать новому гиру, новой прогрессии игроков. Было перебалансировано количество получаемой азот соли, а также наград в PvP. Если ранее, после того, как игрок включает PvP флаг, должно было пройти 10 минут, и только после этого идут бонусы за время, чем больше времени, тем больше награды, то теперь это идет сразу, и, как мы знаем, как мы слышали, уже будет еще лучше награда, будет больше, качественнее выпадать дроп. Кроме этого, за повышение уровня в PvP треке вам будут давать больше PvP соли, потому что у многих игроков сейчас есть небольшие проблемы с этим. Как мы знаем, увеличен гирскор с 625 до 700, кроме этого, увеличены профы с 200 до 250. Количество опыта, необходимое для прокачки оружия с 1 по 20 уровень, было уменьшено на 30%. Ну и, в принципе, из основного это все. Конечно же, конечно же, не забыли про то, что умбрал шарды, на что они меняются. Они меняются на золото по курсу 10 к 1, 10 шардов это 1 голда. Соответственно, за 6000 шардов, за 1 инст вы получаете по 600 голды, ну и плюс там какая-то еще голда идет за боссиков. Кроме этого, шарды и гипсы, этого не было в патчноуте, но они необходимы будут для крафта новых предметов. Начиная с тех предметов, которые у нас будут бисовые, прям действительно хорошие, с дорогим крафтом, и заканчивая там какими-то предметами, которые у нас как раз-таки апгрейды и артефактов, о которых мы поговорим в одном из следующих роликов. Ну и теперь, на самом деле, я надеюсь, что я действительно ничего не забыл. И это все. Всем спасибо за просмотр. Я действительно спешил, я не хотел надолго завязывать. Надеюсь, что вы досмотрели до конца. Пока.